ПЕСНЯ 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 Он никогда не оставит нас, Иисус воскрес! Господь наш жив! Иисус воскрес! Господь наш жив! Иисус воскрес! Господь наш жив! 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 Господь наш! Господь наш жив! Господь наш жив! Господь наш жив! Иисуса Нан đây Иисус воскрес! Иисус воскрес! Слава Царю Царей! С новым чувством восторга Я верю в Твое воскресенье. Всюду чувствуешь жизнь, Восхищаясь прекрасной весной. И в душе у меня Благодарность и благоговение, И святое желание Колени склонить пред Того. Слава Всевышнему Богу! Слава Царю Царей! Смирь победившему, Грех наш обывшему, Кровью невинной своей. Чудное имя Иисуса, Имени нету родней, Сына умершего и новоскресшего. Слава Царю 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 Царю. Слава Всевышнему Богу! Слава Царю Царей! Смирь победившему, Грех наш обывшему, Кровью невинной своей. Чудное имя Иисуса, имени нету ранней, Сына умевшего и на воскресшего, Слава царю царей! Иисус воскрес, Он воскрес из мертвых, Удивительная весть светит во все края. Иисус воскрес, Он воскрес из мертвых, Ты, победивший, смерть живет, Он в сердце у меня. О Божий огнец, а наш грех распят был на кресте, И умер наш Господь, и Он был погребен в скале. Солдаты охраняли круг, и камень кровь закрыл, Но ангел послан был с небес, и камень обдалил. Он в смерти власть не свергнул, Он победу одержал. Иисус воскрес, Он воскрес, Он воскрес из мертвых, И одноком греха у нас свободу даровал. Иисус воскрес, Он воскрес из мертвых, По истину Христос воскрес из мертвых, По истину Христос воскрес из мертвых, И жизнь нам дарова. Иисус воскрес, Христос воскрес, По истину Христос воскрес, Он воскрес из мертвых, Христос воскрес! История Гедеонии, история Иисус Навини, и самые замечательные истории это были, которые каждый из нас знает, это история Дайвидии Голиафии. И знаете, я слушал и я представлял себя этим мальчиком, который побеждает этого большого такого дядьку, и знаете, он вдохновлялся, чувствовал себя таким героем. Ну и в принципе, иногда получалось так, что и приходилось, научился оттуда и на улице применял такие вещи, представлял, кто-то мне нападал, и я представлял, это Голиаф. Но в результате чего, меньше и меньше Голиафов становилось таких, и больше и больше Дайвид побеждал. И знаете, когда я всякие эти истории читал, я всегда чувствовал, что христианин или человек, который с Богом, это человек, который герой. Мужчина, это человек, который способен постоять за свою семью, постоять за своих детей, постоять за своего общества, постоять за своего Бога. Но почему так получалось, я это читал, я это изучал, и почему так получалось, как-то я попал с людьми в церковь, которые наоборот меня говорили. Да, но христианин это, которого не видно, не слышно, незаметно. Христианин это тот, который как бы особо не выделяется, прячется. И какое-то у меня постоянно шло такое непонимание в голове. Почему? Когда я читаю Библию, я вижу героев. Когда я читаю Библию, я вижу сильных мужей. Когда я читаю Библию, я вижу силу, которую Бог дает людям, которые идут с ним. И почему-то мне постоянно люди, когда встречаюсь с людьми, мне постоянно люди говорят о каком-то затенчивом, скромном, незаметном, забитом христианстве. Я помню даже такую историю, как-то постригался у одного человека, женщина из нашей церкви, она была старше меня, и она говорила, ну ты знаешь, сейчас надо по-новому верить, надо, чтобы как бы никому не навязывать свое мнение, никому как бы лишний раз не высовываться, ну жить хорошо, просто быть хорошим человеком. Я как-то не мог понять, вот почему такое происходит. И знаете, чем я становился старше, то тем больше я думал, что что-то здесь не так. Что-то не так. Потому что кому буду доверять, мнению людей или Библии? Почему я буду говорить, что мой Бог всемогущий, а на самом деле я не буду, как, я не буду жить всемогуществом моего Отца? И хотел бы еще раз просто напомнить этот момент, я уже как-то говорил про Давида Голиафа, несколько таких моментов. Что Давид выступил, да, против своей, против власти, против воинства, не побоялся, против этого Голиафа, и он победил силой Божией. И вот, я когда эту историю читал, она мне произвела изменение в моей голове, я понял, что христианин, или человек, который с Богом, это человек, которому Бог дал какую-то власть, какую-то силу, всех естественную силу. И, в принципе, в Евангелии от Луки 24 главе мы можем прочитать, что Иисус говорил, «И я пошлю обетование Отца моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облегчетесь силой свыше». То есть Господь тех людей, которые с ним он облег силой свыше. И вот сегодня я хотел бы говорить о власти верующего, о той силе, которую верующие получили благодаря смерти и воскресенье Иисуса Христа, о той силе, которую мы получили, которую мы с вами имеем. Христиане – это незабитые люди, христиане – это люди, которых Бог наделил властью и силой. Я хотел бы четыре момента таких отметить. Первое, мы должны понимать, откуда это наша власть. Мы должны понимать, что наш Бог всемогущий, и ничто не может противиться Ему, все находится Его в руках. Второе, что Бог дал человеку власть при сотворении. Третье, что Бог вернул власть человеку при рождении свыше. И четвертое, что Бог хочет, чтобы люди, Его дети, которые наделены властью, меняли этот мир. Но первое, я хотел бы еще раз сказать, что наш Бог – всемогущий Бог. Читая в Библии, можно прочитать, «Ибо все из Него, имя к Нему, Ему слава вовеки, аминь». И когда мы посмотрим на этот мир, мы понимаем, что наш Бог – это Бог, который может делать то, что хочет, когда захочет, все по Его воле. И ничего нет такого, чтобы Он не сделал, чтобы Он захотел, и не получилось у Него. Господь говорит сам о себе, «Я Господь Бог, если что, есть невозможное для Меня». Иисус говорил, что дана мне всякая власть на небе и на земле. В Библии можно прочитать, если что трудное для Бога. И знаете, что происходит? Сейчас многие ставят под вопрос сомнения всемогущества Бога. Я когда читал, готовился, я прочитал много, смотрел на разные форумы, христианские форумы, и там люди начинают ограничивать Бога. Даже сегодня утром я ехал, и я ехал, и я своему старшему сыну говорил, что я приготовил, и он такой смотрит на меня, «Папа, я знаю, что всемогущий Бог не может сделать, Он не может умереть». Но кто-то ему это внушил. И знаете, я читал все форумы, и я видел, что всемогущество Бога ограничивается. Но мы должны понимать, что всемогущий Бог, когда мы говорим всемогущий, это значит всеможущий, и все сделающий, ничто не может происходить в жизни или в мире то, что он не захотел. Никто не может повлиять на него. Силы природы, жизнь человека, все в руках Бога. Мы должны понимать, что в его руках наше здоровье, наше успех, все находится в руках Бога. Первое, мы должны понимать, что это наш Бог. Это наш Бог, которому мы поклоняемся, это наш Бог, которому мы верим, это наш Бог, который стоит над нашей спиной. И поэтому, если ты христианин, если ты веришь в Бога, то знаешь, что ты не упадешь. Потому что за тобой находится твой Бог. Второе, что Бог, наш Бог, он с самого начала дал власть человеку на земле. Помните, когда он сотворил, мы знаем, что цель нашего христианина – это прославлять Бога, познавать Бога, радоваться в общении с Ним. Но также человек был создан для того, чтобы участвовать в делах Божьих. Также человек был создан для того, чтобы притворять волю Божью на этой земле. Помните, вначале, когда Бог сотворил человека, Он поселил его в саду и сказал ему, что ты будешь охранять и возделать его. Бог изначально дал право и силу для того, чтобы это совершать. И когда мы читаем, что написано, что Бог сотворил различных животных, землю, растения, и человеку сказал, наполняйте землю и обладайте ею. То есть, изначально Бог давал власть и силу человеку, какое-то поручение. Но что произошло дальше? Сатана каким-то, сатана обманом, вместо того, чтобы человека, господина, которого Бог поставил над землей, он обманом сделал из него раба. И люди стали рабами дьявола. И человек был вызван из рая. Итак, что происходит дальше? Дальше происходит, что Бог возвращает человеку силу. Возвращает человеку силу благодаря тому, что Он посылает отца Христа на землю. И Иисус Христос возвращает человеку силу для того, чтобы человек мог менять этот мир. Но помимо того, что Он возвращает человеку силу, Он еще говорит, что ты являешься новым творением. В Иоанна 1 глава 12 стих написано, «А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Дал власть быть детьми Божьими. Дал возможность и свободу делать что-то. Это означает, что люди получили какие-то права, какие-то полномочия, какую-то силу. Те люди, которые стали детьми Божьими. Знаете, когда я понимаю, что становлюсь детьми Божьим, это наполняет меня силой, наполняет мой разум. Как бы, не знаю, я что-то чувствую себя по-другому. Я чувствую себя не просто каким-то творением. Я чувствую себя, что мой отец, который изменил меня внутри, он сделал меня новым творением, я сделал меня новым дитя, более совершенным, более могучим в этом мире. Мое могущество основано не на том, что я, 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 я такой. Я сильный, я здоровый, я умный, я много отучился. Мое могущество основано на том, что у меня есть Бог, за Которого я могу полагаться. Бог делегировал свою силу, и эту силу Он хочет, чтобы я исполнял в этой жизни. Власть, которую мы получили, или силу, которую мы получаем, находится у Бога, но Бог эту силу, эту власть дает своим детям. Вы задумывались о том, что Бог вас наделил этой силой? Вы задумывались о том, что Бог дал вам эту власть? Вы задумывались, что это не ваше, это Божье, но Бог живет в вас? Внутри вас живет Бог, который говорит, что вы являетесь моим детем. Знаете, просто такой пример, придем к полицейской, да, когда мы едем по дороге, ты ездишь на машине, что нарушаешь права, полицейский останавливает тебя, ты можешь попытаться уехать или еще что-то, но полицейский останавливает тебя, и все останавливаются. Потому что у него за ним есть власть, за ним есть полиция, за ним стоит государство, и люди останавливаются благодаря этой власти. Не потому что он пытается сам выбежать на дорогу, установить эту машину, машина бы его переехала, просто он махнул рукой, и потому что за ним есть власть, и машина останавливается. Господь дает нам силу, силу свыше, наполняет нас, и Он дает нам власть и силу для того, чтобы мы могли совершать какие-то вещи на этой земле, какие-то дела на этой земле. И в принципе, тогда еще можно прочитать четвертый пункт, что я говорил, что Бог хочет, чтобы наделенные властью, силой Его дети меняли этот мир. В Иоанна 15 глава 8 стих написано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». И Матфея 5 глава 16 стих написано, «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Когда мы видим церковь, когда мы читаем о церкви, первоапостольской церкви, мы видим, какие чудеса, какие изменения происходили вокруг этих людей, которые были наполнены силой Божьей. Приходили люди, апостол Петр проповедовал, пять тысяч покаялась. Проходили исцеления, происходили какие-то чудеса, общество менялось, и общество сильно изменилось. Но разве сейчас Бог другой? Разве сила Его другая? Разве Дух Святой другой? Разве мы не являемся детьми Божьими? Тогда не являясь, а мы не являемся. Я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что Бог благословил вас, что Бог вас сделал дитем своим, что Бог вас наделил силой. Знаете, я хотел бы отметить три таких момента особых, для чего Бог наделил нас силой. Первое, Он нам дал власть над силами зла. Он нам дал власть на изменение внутреннего мира. И Он дал власть на изменение мира вокруг нас. Мы можем прочитать, да, когда Иисус Христос уходил, Он говорил. И признал двенадцать учеников Своих. Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Потом в Евангелии от Матфея мы можем прочитать. Больных исцеляйте, прокаженных исчищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. В Луки мы можем прочитать, что говорил, что «У верующих же будут сопровождать сии знамения, и не моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». То есть написано о чудесах, сверхъестественных чудесах, которые люди будут совершать. Люди, которые наделены властью Божией. Люди не своими делами, своими устами, не своей силой будут это совершать, но силой, которая стоит за ними, и силой, которая находится в них. Как-то общаясь с этими человеками, я не знаю, рассказывать здесь или нет, одна мне женщина говорит, что она покаялась, пришла к Богу, и начались у нее искушения в жизни. И вот она сказала, говорит, я лежу один раз ночью на кровати, и вдруг чувствую, что что-то происходит в доме, изменилась обстановка в доме, я наполнилась страхом, я чувствую, что кто-то в доме есть, и я чувствую, что кто-то, чувствую, как будто змея подползает ко мне, большая змея ползет ко мне. Говорит, у меня нет сил, я чувствую, что я не могу молиться, я не могу ни о чем думать, у меня волосы на голове дымом стали. И потом она говорит, я слышу голос, молись, как никогда не молилась, и она начинает призывать кровь Иисуса Христа, она начинает призывать силу Иисуса Христа. И она чувствует, что та змея, которая ползла к ней, останавливается и уходит. Я разговариваю с другим человеком, рассказываю, лежу и ночью, говорю, я чувствую, что на меня что-то набрасывается, начинает бороться со мной, и я не могу это одолеть. Я начинаю призывать кровь Иисуса Христа, и это оставляет от меня. Происходят в жизни какие-то действия, нападки зла, но мы знаем, что мы, как облеченные силой Божьей, как мы облеченные силой свыше, мы имеем право, мы имеем право, данное Богом, запрещать все-таки действия в жизни, в жизни нашей и в жизни тех, кто окружает нас. Запрещать все-таки влиять на нашу жизнь. Запрещается это не одолевать нас, потому что власть и сила Божья находятся в нас. Второе, нам дана власть на изменение мира внутри нас. Знаете, когда мы говорим, что... Когда происходит изменение внутреннего человека, и мы читаем, что было с ветхим человеком, что с внутренним человеком, что новый человек приобретает, и вот в нашей душе какие-то боли, переживания, грех, все, что в нашей душе есть, мы можем превозносить и провозначать имя Бога над тем, что... над этой болью, которая есть в нашей жизни, над тем грехом, которая есть в нашей жизни, над этим переживаниям, которые есть в нашей жизни. Вы знаете, беседая с людьми, и очень часто у многих людей есть какая-то боль, обида, страх, недоверие, растерянность. И даже люди, когда приходят к Богу, они вроде признают Бога, принимают Бога, но это все равно у них здесь находится. И вы знаете, что у нас есть власть призывать имя Божье и получать освобождение от всей боли, от страха, от греха, то, что есть у нас внутри. И призывая Бога, мы можем говорить это смело и с силой, мы можем отрекаться от этого, мы можем говорить, Боже, ты хочешь, чтобы это изменилось? Твоей властью, твоей силой, упованием на тебя, я прошу, удали это все от меня. И Бог будет удалять, Бог будет освобождать. Вы знаете, что когда мы находимся с Богом, я говорил о том, что, Библия говорит о том, что сила Божья находится в нас, мы являемся Его Детем, и мы можем избавиться от этого всего грязи, от этого непонимания, что есть внутри нас, можем избавиться, удалить от этого всего нас силой Божией. И третье, мы имеем власть на изменение мира вокруг нас. Когда мы стали новым творением, то мы получили эту возможность и получаем указания Бога. Помните, как в Эдемском саду, да, хранить наследие Божие, хранить и ухаживать над садом Божиим. Также Бог хочет, чтобы мы хранили, меняли, влияли на это общество. Марка, 13 глава, 34 стихом написано, «Подобно как то, отходя в путь, оставляя дом свой, дал слугам свою власть и каждому дело, и приказал привратнику бодрствовать». Просто в тот момент хотел обратить внимание, что Бог дал власть, и каждому свое дело. То есть каждого из нас, он наделил властью не просто так, он наделил силой не просто так, наделил силу на какое-то действие. И Бог хочет, чтобы те люди, которые стали его детем, те люди, которые наделены силой, те люди, которые наделены властью, они меняли мир вокруг нас, вокруг них. И знаете, христиане меняют мир. Общество изменено благодаря христианству. Общество изменено благодаря тому, что принципы христианские, принципы любви, отношения, взаимопомощи, они все равно поменяют этот мир. Как бы мы не хотели, если мы посмотрим то, что было в мире до христианства, или даже, может быть, 500 тысяч лет назад, когда мы увидим, там совершенно было все по-другому. Но христиане изменили этот мир. И не просто так происходит изменение. Не просто так заставить человека, который ненавидит любить. Не просто заставить человека, который обманывает, не обманывает. Не просто оставить человека, который привык обижать, не обижать. Но властью и силой, которую Бог нам дал, эти изменения будут происходить. Братья и сестры, я хотел призвать каждого из вас, каждого христианина, кто наделен силой власти от Бога, кто стал новым творением, новым детем, используйте власть, которую дал вам Бог. Используйте в своей жизни. Если что-то у вас есть внутри, призывайте власть Бога и силу Бога на ваше внутреннее состояние. Если вы знаете, что вокруг вас, где вы можете проявить себя, призывайте власть и силу Божию там, где вы находитесь. Знаете, мы не просто так стали Божьим детем. Мы не просто должны жить на земле. Мы должны жить на земле, менять эту землю, менять общество, которое окружает вокруг нас. И мы имеем силы на это. Своими силами мы ничего не изменим. Но благодаря тому, что Бог живет в нас, благодаря тому, что Он обещал дать нам силу, благодаря тому, что эта сила находится в нас, эта сила может произойти изменения. Все, что нам нужно сделать, нам нужно общаться с Ним, нам нужно наполняться Богом. И Бог будет открывать нам больше и больше и больше. Бог будет наполнять нас больше и больше и больше. И больше и больше мы будем чувствовать, что мы Божьи дети. Больше и больше мы будем чувствовать то, что мы не напрасно живем в этом мире. И я уверен, что общаясь с Богом, наполняясь с Богом, наполняясь с Его силой, жизнь наша изменится, и жизнь изменится в нашем обществе, где мы находимся. Аминь? Давайте помолимся. Господь, слава то, что Ты наш Бог. Слава то, что мы можем уповать на Тебя. Слава то, что Ты сделал нас своими детьми. Господь, поразведи в нашей голове изменения и понимание, что Ты сотворил с нами, Господи. Чтобы мы на самом деле жили силой, Господи. Жизнью Победы, Господи, я прошу Тебя, наполни нас осознанием, пониманием, что Ты сделал. Наполни нас осознанием, пониманием, что мы должны делать в этой жизни, Господь. Чтобы мы не просто проводили свою жизнь, Господи, тратили на какие-то блага, Господи, но чтобы мы совершали волю Твою здесь, на земле. Ты даешь нам силу, Ты даешь нам власть это делать, Господь. Я прошу Тебя, дай нам понимание и возможность, что мы должны делать, как мы должны это делать, Господь. Благослови свою церковь, наполни, Господи, нас большей силой, наполни большим знанием, И чтобы мы могли влиять на это общество, чтобы мы могли влиять на людей, которые окружают нас. Чтобы Царство Твое, Господь, распространялось, чтобы сила Твоя распространялась, чтобы весть о Тебе распространялась, Господь. Чтобы люди приходили к Тебе, жизнь людей менялась, люди познавали Тебя. Я прошу Тебя, измени каждого из нас и сделай нас, Господи, сосудами Твоими, которые могли бы совершать это действие. Ты дал нам силу. Дай нам это понимать. Помоги нам делать то, что Ты повелил нам. Аллилуйя, Всехвала. Аминь. Христос воскрес Природа торжествует Ликуют люди радость на земле Христос воскрес Спасение всем дарует И освещает путь в кромешной мгле Христос воскрес Возладает честь народа Ему принадлежит теперь хвала Христос воскрес Твердят небосводы Через столетия к нам весь пришла Христос воскрес Все небо торжествует Ликуют люди радость на земле Христос воскрес Он грешникам дарует Надежду, мир и праведность души Христос воскрес Ему хвала во веки Прекрас весь человек в нем ли Христос воскрес Пусть рука плещет на реки И пес поют спасенной земли Я так рад, что спас меня Иисус Я так рад, что спас меня Иисус Пусть слава Аллилуйя Спас меня Иисус Я так рад, что спас меня Иисус Я так рад, что спас меня Иисус Я так красусь, посминяюсь, Хоть и слава, аллилуйя, посминяюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Христос воскрес, 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 и отец сердца сильнее вьюз, разгорая с радостью небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а если кто поверит, например, как Иллюя, то Иисус Чан обещает место в небе навсегда. Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскрес! 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 И в воскресенье смерть потрат. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос во истину воскрес. Христос воскрес, сегодня дети, Мы пригласим в сердце Христа. Исполним все Его заветы Для ближних вера и любя. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос во истину воскрес. Рада на рассвете пронеслась овец, Взрослые и дети, Иисус воскрес, Ангел сказал, нету в гробу, Силорский синий сгоняет тьму. Верьте сердца в чудо, смерть победена, Радость и искупление людям всем дадят. Аминь. День воскресенья, Мир воскресенья, Славная весть, Дневный спаситель, Утро воскрес. Жизнь победила, смерть отступила, Цель река живет, Слава Иисуса, Божий даром. Выси небесной, Слышится песня, Пойте и вы, Господу Лися, Песня хвалы. Господу Лися, Песня хвалы. Вот опять весна, вся природа ожила, Пробудилось все от сна. Я Творцу хвалу, в день весны пою, И Его за все благодарю. Ты воскрес, Христос распятый, Ты рассеял мрак и тьму. Я тебе, Творец, Создатель, В день весны благодарю. Для меня Творец, В день весны воскрес, Исцелил мне душу мой Господь. Пусть тебе хвала, Пусть тебе хвала, Льется без конца, Ты воскрес, Христос, я ожила. Ты воскрес, Христос распятый, Ты рассеял мрак и тьму. Я тебе, Творец, Создатель, Я тебе, Творец, Создатель, В день весны благодарю. Ты воскрес, Христос, Ты воскрес, Ты воскрес, Христос, ты воскрес, Христос, Ты воскрес, Христос распятый, Ты рассеял мрак и тьму. Я тебе, Творец, Создатель, В день весны благодарю. Христос воскрес, где жало смерти? Наш Бог победу совершил. Христу воскресшему, поверьте, Он смерть разрушил, жизнь явил. Христос воскрес, не плачьте, люди, Он жив, Он с нами навсегда. А кто Иисуса очень любит, не унывает никогда. Христос воскрес, не бойтесь, люди, Защитник сильный Он для тех, Кто лишь живому Богу служит, И кто не любит делать грех. Христос воскрес, ликуйте, люди, О, наш Господь, наш Властелин, Пусть совершенная радость будет, Ведь с вами Бог Эммануил. Христос воскрес, и мы воскресим, И будем с Господом навек. На небесах хваление песней Прославит Бога человек. Аминь. Христос воскрес, и мы с вами дам. Воскресу старшество, чтоб вечно быть царем, Господь наш больше не умрет. Несите эту вещь, где здесь не вернет, Вот живот, живот нам прятен. Терзались без конца учеников сердца, Он к ним пришел, и в них сердца престол воскрес. Воскресу старшество, чтоб вечно быть царем, Господь наш больше не умрет. Несите эту вещь, где здесь не вернет, Вот живот, живот нам прятен. От холена плита, по крови нет Христа, На небе пред отцов имеют друга в нем. Воскресу старшество, чтоб вечно быть царем, Господь наш больше не умрет. Несите эту вещь, где здесь не вернет, Вот живот, живот, живот нам прятен. Воскресу старшество, чтоб вечно быть царем, Господь наш больше не умрет. Несите эту вещь, где здесь не люди есть, Он жив, он жив, он к нам грядет. В церкви у нас сегодня гость, это наш брат Александр Приходько. У нас есть Приходько, мы знаем Анатолия, мы знаем Виталия, но есть еще, оказывается, Александр, он является пастором Первой Баптистской Церкви города Ровно. Брат Александр, мы рады, что вы с нами, он будет проповедовать и пригласит нас к молитве. Рад приветствовать Христос Воскрес! Благодарен Господу и братьям за возможность поделиться Евангелием. Предлагаю к размышлению Первое Соборное Послание апостола Петра, глава 1 и 1 только стих 3. Первая глава, легко найти, Первое Соборное Послание, 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купованию живому. Конечно, нужно было бы еще читать стихи ниже, целый контекст, но пока ограничимся третьим стихом. Я очень люблю апостола Петра, хороший брат, ученик. Я думаю, когда избирал его Господь, у Христа была особая цель, особое поручение для Петра. Но, кажется, на первый взгляд не оправдал ожиданий Господа Иисуса Петра. На горе Преображения умудрился уснуть, пробудившись, говорит, Господи, нам, в принципе, здесь неплохо. Он и не понял, что произошло, но готов был там остаться. Подскажите, кто, кроме Петра, еще ходил по воде, братья и сестры? По-моему, больше никого. А как вы думаете, в Садуге в Семанском, имея меч, он целился на ухо или на шею этому рабу? Да? Вопрос. Вот такой Петр. Но глубоко убежден, верю в то, что это был искренний, простой рыбак, который впоследствии оставил чудесное послание гонимой Церкви Христовой, верующим. И если читать в начале первую главу, Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галате, Каппадоке и так далее, и так далее. Верующие люди имеют переживания, скорби, гонения. И как бы желая их утешить, он пишет это письмо. Но, безусловно, если вернуться к третьему стиху, прочитанному в начале, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что главная мысль, которую он желает оставить верующим, у которых много слез, может быть, уже детей отобрали, или убили жену, или мужа, или у кого-то отобрали здоровье. Он желает их ободрить, поддержать и утешить. И, конечно, прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание на то, что он говорит, мы имеем живое упование. Это последние слова третьего стиха. Мы имеем это живое упование. Глубоко убежден, что живое упование – это живая вера. И как следствие живой веры – это вечная жизнь со Христом и Иисусом. Сегодня положение верующих на Украине, в России, во многих местах в Америке совсем другое. Смерть не смотрит нам в глаза. Я думаю, что, может быть, верующие Индии или Северной Кореи, читая эти стихи, они по-другому их воспринимают. И это живое упование, оно намного ближе к ним, чем к нам. В прошлом году у меня была возможность работать, поскольку кроме служения еще должен зарабатывать на хлеб насущный для семьи, пригласили работать в католический храм, благоустроить комнату священника. Вы знаете, я был там примерно месяц. И у меня все-таки где-то было подозрение, что вот у этих людей есть что-то живое. Есть то, что их соединяет со Христом. Когда я говорю эти слова, мне очень жаль. Я не хочу бросать камни в чужой огород. Но вы понимаете, что как бы промежуточного между живым и мертвым нет. Есть упование живое, а есть упование мертвое. И миллиарды людей, к большому сожалению, в нашем мире, они не имеют живого упования. Поэтому то упование, которое они имеют, оно мертвое. Христос Иисус через апостола Петра, Дух Святой, говорит, что вы, верующие люди, призваны в Иисусе Христе к упованию живому. Я думаю, что каждый из нас дорожит жизнью. Вы скажете, ну да, а как же иначе? 70 при большей крепости, 80 лет. Вот вижу людей, у которых седина на висках. Жизнь прошла, как день вчерашний. Иаков говорит, жизнь наша. Чему я уподоблю? Она как пар, совершенно верно. На малое время и нету. Но несмотря на это, вот в скорбях, в болезнях, в искушениях, в борьбе, в трудностях мы все-таки любим нашу жизнь. Конечно, любим. У меня есть друг, брат, служитель, диакон. Он в нашей церкви совершает служение. Но несколько лет старше меня. Ему сделали сложнейшую операцию на сердце. И я с ним в достаточно открытых отношениях. Он говорит, ты знаешь, моя жизнь разделена на две части. На до и после. После того, как я отошел от наркоза, я сегодня дорожу не то, что каждым днем, я дорожу каждым часом. Друзья мои, но это 70-80 при большей крепости. Бог дает нам упование живое. Упование на жизнь вечную. И мы поем, кажется, гимн, но есть за гробом жизнь иная. Жизнь вечная. Без счета лет. Трудно понять. Хотя мы иногда пытаемся заглянуть чуть дальше. Пройдут миллиарды лет. А что дальше? Лучше не делайте этого. Просто принимайте детской верой. Но я хочу обратить внимание на то, что апостол Петр, верующих, которые были в гонениях, в притеснениях, в скитаниях, в скорбях, в болезнях, так же, как и мы, он пытается их все внимание сосредоточить на любящем Боге. И начинается вот этот раздел чудными словами. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Еще одна деталь. Однажды у Христа возникла большая проблема. Пришедший в страны Кесарии и Филипповой, он спрашивает, за кого люди почитают меня. Я думаю, почему возник этот вопрос? Ведь у Отца Небесного была цель по отношению ко Христу. У Христа была миссия, причем конкретная, четкая. Он ее знал и знал, что он и никто другой должен исполнить эту миссию. И вот поэтому возник этот вопрос, за кого люди почитают меня. И ответ, который услышал Христос, он не удовлетворил его. Ответ был неправильный. Кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то за Илью, за Иеремию, за одного из пророков. И Христос должен был задать вопрос, ну хорошо, а вы? Вы-то поняли меня? Вы-то знаете, кто я? Я думаю, а если бы не было Петра вот в той ситуации, на том месте? Ты, Христос, Сын Бога Живого. И это утверждение как гранит звучит, да? Такое твердое, мощное, благословенное. Вы помните, что сказал после этого Христос? Блажен Ты, Симон, Сын Иоанин, потому что они плоть и кровь открыли тебе. А кто? Отец мой, сущий на небесах. Вот если бы я, думаю, был в той ситуации, я бы спросил, Петр, расскажи, как Бог Отец тебе открыл? У тебя какие-то особые отношения? Может быть, видение было? Может быть, ангел Гавриил к тебе приходил? Как Бог Отец открыл тебе это? Ведь все молчали. Утверждение прозвучало от Петра. Петр особенный человек. Мы готовы его осуждать. Простите меня, но я был потрясен, когда узнал, почему многие считают верующие. Петр отрекся от Христа. Потому что он исцелил его тещу. Ну, так считают. Конечно, это не библейское понимание, далеко не библейское понимание. Но я люблю Петра. Петр хороший брат. Петр хороший ученик. Петр готов падать, но готов подниматься и идти дальше. И он верующих желает ободрить тем, что давайте вместе прославим любящего Бога, Отца Небесного. И вот это слово благословен Бог, который ему открыл, что Иисус Христос есть истинный, живой Бог, Сын Божий Иисус Христос, вот этого Небесного Отца. И он приглашает вместе с нами прославить. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. «Если я не прав, братья и сестры, вы меня простите». Но мне кажется, что слово благословен, оно состоит из двух слов. Благословить. Мы в молитве сегодня слышали, некоторые молились. Благослови Господь меня. Когда мы говорим благослови, что мы хотим? Мы хотим что-то доброе, правда? Мы хотим то, что будет радовать наше сердце, наш дух, наш разум. Благослови мы просим. И в свою очередь мы призваны благословлять. Христос в Нагорной проповеди говорит, благословляйте, не проклинайте, благословляйте. А что значит благословлять? Я думаю, благословлять – это говорить хорошие слова, благие слова. И не только говорить, но так и поступать. Так вот, Петр приглашает верующих, которые в гонениях, в страданиях, в скорбях. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Псалом 91 хочу прочитать. Буквально один стих. Второй. 91 Псалом, второй стих. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Благо есть славить Господа. И кажется, другой перевод говорит, прекрасное занятие. Самая лучшая работа, которая есть – это славить Господа. Послушайте, как в унисон, в 146 Псалме, первый стих, опять же, первый стих, 146 Псалом. Автор говорит, хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая. Я как-то раньше не обращал внимания на это слово «сладостно». Многие из нас любят сладости, правда? Конечно, очень полезен мед, особенно органик, хороший, натуральный мед. Это для нашего тела, для разума, глюкоза, она необходима. Даже те, кто болен сахарным диабетом, для них есть специальные сладости. Организм наш требует сладостей. Я думаю, Господи, а душа наша, а дух наш, а сердце Твое? «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно». Вы слышите? Когда мы прославляем имя Божие, когда мы говорим хорошие слова, когда мы его благословляем, это сладостно Богу, это приятно Богу. 2012 год ушел в вечность. В той церкви, где Господь разрешил мне совершать служение, мы его объявили годом братьев. Только не улыбайтесь. Ну, бывает год Библии, да? Вот в Украине 2013 год – это год миссии, когда просят, молятся, посылают миссионеров, благословляют. А 2012 год вот в нашей семье евангельской был объявлен год братьев. Мы, конечно, хотим, чтобы братья садились вот впереди. У вас некоторые сидят впереди, очень мило, приятно. У нас братья очень скромные. В общем-то, их и не так много, где-то 35 к 65. Вот такое соотношение. Сестер гораздо больше. Братья, вам преференции, вам привилегии, вам зеленый свет. Братья, на дело милосердия – пожалуйста. На первую скамейку – пожалуйста. У нас в подавляющем большинстве молятся сестры. И братья иногда говорят, оправдываясь, ну, как бы вот и даже как-то не получается вот в молитве вклиниться. Я говорю, хорошо, минуточку, не вопрос. Я попрошу, несложно. Правда ведь? Мы ведь большая семья. Сестры, давайте мы будем молчать, а сейчас братья будут молиться. Ну, и в общем-то, пытались. Конечно, какой-то успех есть. Может быть, эксперимент, но успех есть. Я думаю, что Библия призывает братьев, мужей воздевать чистые руки на всяком месте. Я помню, в большом гипермаркете строительном, вот в том городе, где мы живем, я встретил брата из евангельской церкви. Он был на подъеме. Говорит, как дела? Я говорю, хорошо, слава Богу. Жив, здоров, дети, семья, служение. Ожидаем Господа. Слушай, а ты не хочешь помолиться? Говорю, прямо здесь? Да, прямо здесь. И мы помолились. Нет, не как фарисеи. Думаю, что не как фарисеи. От души, от сердца. Просто стали, помолились, поблагодарили Господа. Потому что Писание говорит, чтобы мужи воздевали чистые руки на всяком месте. И для нас нет препятствий. Кто-то скажет, ну, фарисеи, послушайте, а вот вы ради эксперимента попробуйте. Вот где-то в таком месте, где много людей, да, вот, ну, или остановиться, или на колени встать, сможете? Может быть, это вопрос мне? Бывает вот такая лжескромность или лжестыд. Но я думаю, милые мои, я имею это право от имени Христа Иисуса пригласить и братьев, и сестер, когда мы будем молиться, чтобы мы открыли свои уста. И нашлось несколько слов сказать Господу. Я помню, как-то однажды мы пришли к выводу, А все-таки давайте попробуем. Вот имена нашего Господа Иисуса Христа. Их ведь столько много. Чудных имен. Может, таких сравнений. Может быть, каких-то эпитетов. Да? Иисус Христос. Альфа и Омега. Это ведь Он. Первый и последний. Начало и конец. Звезда утренняя, прекрасная. Он лекарь души и тела. Он целитель. Он прибежище. Это все Он, правда? Он крепкая башня. Ведь это Он, наш Господь Иисус Христос. И порою вот просить у нас получается. Просить мы умеем. А сказать в молитве Господу, Господь, вот сердце мое открыто перед Тобой. Наполни уста мои. Я хочу благословлять имя Твое. Потому что я учусь от Петра. Он говорит верующим, которые в гонениях. А тем более, я думаю, сегодня верующим, которые в полной свободе. В Америке благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. И вторая мысль. Петр говорит по великой своей милости, возродившей нас воскресением Иисуса Христа. Почему Он не сказал просто по милости? Нет. Он говорит по великой милости. И я думаю, просто нету времени сегодня перечитывать все стихи. Я только несколько хочу. В 102 Псалом. 102 Псалом. Восьмой стих. «Счедр и милостив Господь, долго терпелив». И смотрите, эта мысль снова повторяется. И если мысль на протяжении стиха или контекста повторяется снова, это и есть главная мысль. Мы смело можем с автором утверждать. Аминь. «Счедр и милостив Господь, долго терпелив». И снова «много милостив». И кажется, Он чуть не забыл сказать, что Бог много милостив. И повторяет это. 11 стих. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа боящимся Его». Братья и сестры, я не знаю, вот представьте себе домашнее задание. Вот если бы вам нужно было написать или сказать определение, что такое милость. Милость-это. Вот я скажу так просто. Велика милость ко мне – это милость, умноженная на сто или на тысячу. Помните эту притчу. Сто динариев и десять тысяч талантов. И не нужно сегодня искать по залу, оглядываться. Кому же прощено десять тысяч талантов? Да я стою перед вами. Я первый, кому прощено так много. И я благодарен Господу, что Господь явил ко мне великую милость. И мне порой так хочется, вы знаете, я принадлежу к церкви евангельских христиан-баптистов, но мне так иногда хочется громко сказать «Аллилуйя, Господь Тебе». Вы знаете, что в переводе означает «Аллилуйя»? Славьте Господа! Это призыв. Славьте Господа! Потому что ко мне, я думаю, каждый скажет, и ко мне явлена великая, величайшая милость. Сто долларов и девятьсот восемьдесят тысяч долларов. Одному прощено и другому прощено. Это так, чтобы нам было понятней. Неужели? Да. А может, кому-то еще больше. Поэтому радуюсь в том, что вместе с Петром могу сказать «Благословен Бог!» Я хочу Его прославить. Я хочу сказать добрые слова. Благо есть славить Господа. Хвала, подобающая Ему, это сладостно, это приятно Господу. Что, по великой своей милости, возродивший нас, может быть, одну минуту нужно сказать о возрождении, это не была реконструкция, это не был капитальный ремонт или косметический ремонт ветхого человека. Нет. Помните, вот тот слепой. И для меня простой пример, но такой яркий и показательный. Он говорит, я не знаю, кто он, но я знаю одно, что я был слеп, а теперь вижу. Я был слеп, а теперь вижу. Вот он, контраст. Возрождение – это не ремонтирование старого, это не шпаклевка, это не то. Возрождение – это мы прозябали, как говорит Давид, да? Из этой грязи, из этого болота, вы видели когда-нибудь? Вот на ютубе можно посмотреть, кто не видел, как вот это страшное болото затягивает человека. И человек просто бессилен, вот так грех затягивает человека. Но кто-то нашелся, кто подал руку, и еще была, может быть, последняя возможность ухватиться за эту руку. Возрождение – возродивший, да? Родивший заново через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Друзья мои, это истина самая прекрасная, самая благословенная. О ней можно говорить, говорить, повторять, петь. И для меня, скажу так, как у меня на сердце, вот эти псалмы, которые поет хор, это псалмы, написанные от сердца, от души. Я не против современных гимнов, молодежных псалмов, я не против, где три слова и три аккорда, я не против. Но вот те псалмы, которые поет хор о воскресении Христа, мы поем из общего сборника, это наше наследие, и мы должны ценить и дорожить. И каждый раз я себе говорю, Господи, когда я пою, я хочу вникать в каждое слово. Я не просто пою, потому что объявили, ну, братья, все, споем. Ну, споем так, споем. А в мыслях где-то, может быть, на работе или где-то еще. Когда я пою, я провозглашаю то, что я пою. Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. 15 глава. Первое послание к Оринфянам. Я просто лишь напомню несколько стихов. А если Христос не воскрес? Павел, вот, имея такой разум, он именно вот таким путем подходит. А если Христос не воскрес, то проповедь щетна, щетна вера ваша. Ну, и так дальше, и так дальше, и так дальше. А если Христос не воскрес? Вот 17 стих. То вера ваша снова щетна вы еще во грехах ваших. Смотрите, 20 стих. Радикально меняется тема. Да? 20 стих. Я вообще разговариваю украинским и не силен в русском. Откровенно вам скажу. Но мне кажется, вот это но, да? Вот это но. Подскажите, кто знает грамматику русского языка, что это означает? Но. Это, мне кажется, союз противления. Да? И вот это но, оно перечеркивает все то, что сказано выше. Все то, что сказано раньше. Но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. Мы можем сказать вместе, слава Господу. Слава Господу. Но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. И вот это живое упование, эту живую веру, спасательную, спасительную веру, мы имеем через воскресение Господа Иисуса Христа. Благодатью вы спасены через веру. И сиение от вас Божий дар не одел, чтобы никто не хвалился. У меня есть предложение. Я всегда хочу быть простым и открытым. Я думаю, что все мы должны быть такими перед Господом. Несмотря на то, что у кого-то может быть даже три высших образования. Не знаю, для Бога имеет это значение или нет. Для человека, да. У кого-то может быть, ну, у кого-то что-то может быть побольше, чем у кого-то сидящего рядом. Но для Бога это не имеет значения. Я предлагаю, когда мы будем молиться, вот сейчас. Вот давайте попробуем. Особенно хотелось бы обратиться к братьям. К братьям в зале. Вы не хуже и не лучше. Вы дитя Божье. Вы для Христа Иисуса брат, сын. Попробуйте сказать Ему несколько слов. Добрых, хороших. Это будет сладостно для Господа. Он примет вашу молитву. Просто поблагодарить Его. Иногда с детьми у нас так здорово получается. С женами получается здорово, да. А вот Господу сказать несколько слов, тем более, живя в Америке, не в Северной Корее, а живя в Америке. Мне кажется, это наша общая печаль. И печаль Украины тоже. Мы ничем не лучше. Поэтому я приглашаю братья. Говорю, братья, давайте, открывайте свои уставы. Начинайте молиться. Диаконы, особенно диаконы. Вы пример для тех овец, которые за вами. Благословен Бог. Какие чудные слова. Это вступление только к письму. Да? Только начало. Но какое чудное упование. Благословен Бог. И Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости, возродивший нас к упованию живому через воскресенье Иисуса Христа из мертвых. Ему да будет триединому Богу слава во веки веков. Аминь. Давайте помолимся. Господи, милосердный. Отец любящий, небеса небес не вмещают славы Твоей. Я верю и знаю, что Ты презришь на сокрушенного, смиренного сердцем и духом. И мы вот с таким именно сердцем во имя Иисуса Христа желаем предстать в это утро перед Тобою и сказать, слава Тебе, Господь, честь Тебе, хвала, благодарность, славословие, ассанна. Ты прибежище наше, Ты скорый помощник в скорбях наших, Ты самый лучший друг. Господи, Ты целитель души и тела, Ты врачеватель наших ран, Ты помощник в борьбе, Ты тот, который готов поднять. А если трудно нам взять на руки и нести нас, Господи, как хорошо нам с Тобою быть. Господи, мы радуемся и утешаемся Тобою. Я прошу именем Иисуса Христа благослови церковь поместную. Это Твое наследие. Ты глава этой церкви, Господи, Ты ее создал. И о ней Ты сказал, что врата ада ее не одолеют. Господи, благослови всех братьев-служителей, благослови все виды служения, все отделы служения, благослови, кто занимается самым малым, и благослови тех, кто ведет церковь и делает большую работу. Благослови, Господи, благослови покаянием еще многих людей, живущих в этом городе, и русскоязычных, может быть, и других. Господь, пусть милость Твоя будет над нами, а мы желаем благословлять Тебя, учиться это делать. И как автор приглашает нас, милости Господни вспоминай, считай, Господи, их так много. И мы порой забываем, потому что вода пресная – это милость Твоя, и то, что мы имеем руки и ноги – это тоже милость Твоя. И глаза, которые видят – это милость Твоя, и кто имеет работу – это тоже милость Твоя, Господи. Если дети здоровы – это тоже милость Твоя, и так много щедрот и милости Ты являешь к нам. Господи, помоги нам и в собрании, и в домах наших благословлять имя Твое, имя чудного, вечного, любящего Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.